Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Неожиданно. Цветочки. Спасибо. Приглашаю вас сегодня к нам домой, знакомиться с семьей. А мы что, снова на «вы»? Не знаю. Должен вас сразу предупредить, что у меня сложные семейные обстоятельства. Женаты? Не-не-не, ну что? Как можно? Ну что, дети? Ну, племянники. Ну, это не опасно. Много их? Двое и Женя. Сами все увидите, тогда сегодня в 19.00. Договорились? Нет, ну, если вы настаиваете… Я настаиваю. Посмотрите на нас. Ну, а дальше видно будет. Ну, ладно. Ты была права. Тромбоз. Сегментарные тонкие кишки. Будем делать резекцию. С анастомозом. Давай я. Меняемся? Не доверяешь? Как можно не доверять спасителю Соне Поливановой? Я тебя прошу, хоть ты не начинай, а? Руслан, давай, все. Мой диагноз – моя операция. Ладно. Как ты эти вещи чувствуешь, а? Ну, а как? Когда у тебя нет возможности ни МРТ сделать, ни анализов дождаться. Слушай, вечерком сегодня подменишь меня? Нет. Вечером не могу. Вечером меня занят. Интересно, чем это он тебя занят? Ну, мало ли, что тебе интересно. Я же не спрашиваю, куда ты намылился в свое рабочее время. Я же молчу. Вот и молчи. Ну, вот и все. Я лучше Андрея попрошу. Давай. Давай, бери. Даю. Тяну. Есть. Здрасте. А у вас комиксы есть? Да, комиксы есть. Вот там тебе показать? Нет, сама найду. Женечка, слушайте, так вас обворуют. Вот. Вот тащит полмагазина за милую душу, пока вы что? Блок читаете. Может быть, вам еще одну книжку подобрать? Давайте. Вот что. Вас сегодня встречают? Нет. Тогда сюрприз. Приглашаем на каток. Каток? Летом? Зимой никак не мог собраться. А сейчас вдруг так захотелось. Ну и за окном жара. Находится зимой. А вам? Мне тоже, но не из-за жары. Сребристый месяц, лед хрустящий. Окно в вечерней вышине. И верь душе. И верь звенящей. И верь натянутой струне. К 8 часам за вами зайду. До вечера. А сказки есть? И сказки есть. Пойдем? Ваш сын, конечно, разговаривает по-французски. Ну, а как вы думали? Конечно, шпарит так, что сама удивляюсь. Я говорю, наши дети должны идти дальше нас. Я, конечно, старалась все им дать. Но главный личный пример. У меня есть приятельница, Анна Спиридонна. Она... Волчеткина. А! Так я училась у нее и в институте, и в инспирантуре. Как Тесенмир. Ну, достойнейшая дама. Так вот, она всегда говорит. У сокола и дети соколята. Людмила, чтобы вы понимали, дети в этом доме – это моя ответственность. Манеры, воспитание, образование – это все я. Дети не будут вам мешать. Я имею в виду вам и Михаилу. Мам, мне кажется, ты торопишь события. Ну, я просто сразу хочу поставить все точки над «и». Я очень рада, что в жизни моего сына… Бабуль, можно я уже пойду? Да, можете оба идти. Так вот, я уверена, что Михаилу нужна именно такая женщина. Какая? С твердой рукой. Вы же хирург, я слышала. Ну, дома я обычно без скальпеля. Так что здесь, никого нет? Этот каток для вас, Евгения. КОНЕЦ ПОЗИТ Субтитры создавал DimaTorzok Мила, я вас на такси отвезу, а то выпила от волнения Зачем на такси? На метро прямая линия Нет, 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 раз уж сам не могу, так хотя бы в такси посажу Добрый вечер Наконец-то! Евгения, моя воспитанница А мы знакомы! Привет, Жень! Привет! Коньки? Летом? Я была на крытом катке Ну нифига себе! Я тоже так хочу! Евгения, подойди ко мне Откуда это? Мне подарили Как подарили? Кто? Знакомый Константин Какой Константин? Константин? Я не соображу Фамилия? Я не знаю, бабушка Ну, Женечка, что же ты так плохо подготовилась? Так, вы оба идите к себе Людмила Эдуардовна Никак не могла предположить, что буду развлекать вас разговорами О том, с кем Евгения проводит время Мам, она на катке была, а не в ночном клубе Михаил, если ты слишком занят, я сама буду встречать Евгению с работы Зачем бабушка? Ни слова больше К себе Людмила Да Я очень надеюсь увидеть вас снова Я буду стараться, спасибо Евгения! Вообще не очень понимаю, воспитанница Женя же вам племянница? Ну, это мамины штучки Конечно, племянница Только не кровная У нас же несчастье в семье Мой брат Игорь и его жена Лиза Погибли в автокатастрофе Вот так Осталось Два мальчика Вова и Валера Ну и Женя, Лизина дочка от первого брака Значит, Наталья Павловна сына потеряла Горе какое Да, горе Неизбольное Она виду никогда не подаст Ну и принять тяжело Я тогда даже на похороны не успел Хоронили зимой Я тогда на севере служил Самолеты не летали, хоть ты тресни Поэтому вы и вернулись? Ну, а как? Трое детей Она одна бы с ними не справилась Пришлось волиться А вот жена не поехала Как это? Я не понимаю Из Питера в гарнизон Но из гарнизона в Питер Да нет, против Питера она не возражала А вот чтобы все вместе жить Это ни в какую Чужие дети мало кому нужны А скорее Я сам не особо нужен был Людмила Мила, вы Вы решили что-нибудь насчет меня? А вы насчет меня? Вы что, серьезно? Да тут и думать-то нечего Я мечтал о вас всю жизнь Мечтали? Обо мне? Мне как-то в голове это не укладывается Я хочу, чтобы мы были вместе Для меня это вопрос жизни и смерти Что вы скажете? Ну а что тут скажешь Когда вот так вот вы Вот как вам откажешь Михаил, вы меня ошеломляете Если честно, я на это и рассчитывал Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, Женечка Доброе утро Я решил, что могу позволить себе Подвезти вас до работы Как ваши ноги после вчерашнего? Не болят Ну и прекрасно, что не болят Тогда предлагаю сегодня Снова покататься Вы знаете, к сожалению, не получится Возьмите, пожалуйста Я их вымыла Коньки? Зачем? Ну, бабушка считает Что у них хорошо принимать подарки От незнакомых людей Мы знакомы? Мы с вами Я что, с бабушкой должен познакомиться Чтобы пригласить вас на каток? По правилам По правилам, да Забавно Хорошо будем действовать по правилам Передайте вашей бабушке Что я мечтаю Да-да-да, скажите Мечтаю Быть ей представленным Прошу Прошу Паркайся. Я щас. На каблука. Че уставились? А сама как думаешь? Вся клиника гудит, Мила Гурко крутит санврачом. Правда, что ли? Инга? Я клянусь, это не я. А что, роман был типа тайный? Да какой там? Женимся? Нифига себе! Это что, прям в ЗАГСе? Да? Представляешь? И я буду жить с свекровью и с чужими дистикой. Ты мне скажи, ты с ума сошла? Ну, зачем тебе это надо? Руслан, перестань. Лиховский хороший мужик. Вопрос. Почему не в твоей квартире? Потому что хороший мужик не может бросить детей. К тому же, его родственники будут жить в моей квартире. О, как? Лиховский формалист за нудок и сапог. Вот от кого, от кого, от тебя я этого не ожидал. А я знаю, что ты ожидал. Что я буду вечно твоей правой рукой, неизвестной теткой и звать меня никак. Милочка, вы меня неправильно поняли. После что вы все к ней пристали. Он реально хороший мужик. Тем более влюблен в нее по ушам. Да, он это сказал от изумления. Так, хорош. Вхожу за него и точка. Возражения имеются? Так, работать пошли. Да, чудные дела твои, господи. Воистину. Долгособоров. Это через черточку пишется? С Борисом Валерьевичем Долгособоровым. Вы не в родстве? С каким Борисом Валерьевичем? Наш знаменитый невролог, питерский. Без черточки пишется. Слит на Долгособоров, Константин Федорович. Чем занимаетесь, Константин Федорович? Бизнесом, Наталья Павловна. Каким? Стараюсь развиваться в разные стороны, чтобы не все яйца в одну корзину. Угу. Поняла. Яйца, корзины. А образование? Что вы заканчивали? Ничего не заканчивал. Неоконченное высшее. И последний вопрос. Сколько вам лет, Константин Федорович? Четвертый десяток. И боюсь, это не исправить. Женя. Пойди принеси мою таблетницу из комнаты. И воды, пожалуйста. Хорошо, бабушка. Полагаю, Константин Федорович, вам, как взрослому человеку, понятно, что я никак не могу одобрить ваши отношения с моей воспитанницей. Рада была познакомиться, Константин Федорович. Понятно. Вынужден высказать вам свое особое мнение. Вы ошибаетесь. И в оценке характера наших отношений, и в оценке их перспектив. Я редко ошибаюсь. Если вы не делаете ошибок, Наталья Павловна, значит, задачки легкие. Всего доброго. Моё почтение. Женя. Проведи гостя. Вы уходите уже? После того, как мы познакомились с вашей бабушкой, приглашаю вас в ресторан. И что, бабушка об этом думает? Бабушка? Бабушка не одобрит. Ну, тогда я не смогу. Жень, сколько вам лет? Двадцать один. Пора уже повзрослеть и научиться со мной принимать решения. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Горько, 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 Горько! Горько! Доброе утро. Завтракать пора. Кофе – это моя маленькая слабость. А вот Михаил должен себя сдерживать давлением. Тост? Да, спасибо. Обычно мы в неделю раз собираемся на семейный завтрак. Но, к сожалению, мальчики сегодня вас не дождались. Извините, а в сметку дай? Мы никогда не сервируем к завтраку яйца, сваренные более, чем за три с половиной минуты. Воспользуйтесь ложечкой, дорогая. Передай мне молочник, малыша. Молока? Нет, 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 спасибо. Я только черный. Обычно я даже не успеваю позавтракать. Я думаю, вы скоро привыкнете успевать. Нам ведь тоже придется ко многому привыкнуть. У меня видение. Или это прекрасная Евгения? Здравствуйте. Руслан Романович. Ну, что, обошлась бы. Пойдем-ка поговорим. Пойдем. Неблагодарная. Жень, спасибо вам огромное. А девичьим. Людмила Эдуардовна, тут по вашу душу ножевое ранение брюшной полости. Ладно, не получится, девичьим. Я побегу. Пожалуйста, не задерживайся, ладно? Жень, я соскучился. Вернитесь к нам. Без вас пропал всякий смысл ходить на работу. Руслан Романович, скажите, пожалуйста, только честно. У нас с вами есть будущее? Будущее? Боюсь, что того будущего, о котором вы говорите, у нас нет. Я женат. И в моем случае развод невозможен. Простите. Акт расследования. Вы серьезно? Да? А у нас тут комиссии, лишение премий и поголовное обследование на стафилококк. Поступил сигнал о нагноении. Мы обязаны выяснить, каким образом микроорганизм попал в рану. Вы знаете что? Вы возьмите этот акт расследования, вот так сверните его в трубочку и засуньте себе в ухо. Если на что-то наткнетесь, не пугаетесь. Это мозг. Прошу вас. Прошу. У нас все чисто. Микрофлора не выявлено. Это врач из поликлиники, который выписанной пациентке назначил УВЧ. УВЧ на рану? Да, согласен. Глупо. Согласен. Безусловно, это вызвало нагноение. Что ж, извините. Я пойду? Идите уже. Тебе нравится издеваться над моим мужем? Прости, я не знал, что ты тут. Перестань над ним глумиться раз и навсегда. У него, между прочим, два высших образования. Это то же самое, что две насадки на миксер. Без миксера. Ах, боже мой, какие мы остроумные. То есть все вокруг идиоты, а ты один гений. Ну давай, назови меня еще дурой. Послушай, мы все прекрасно знаем, что здесь ты самая умная. Поэтому мы не можем понять, как ты могла выйти замуж вот за это. Не ваше дело. Здравствуйте. Мы, к сожалению, закрыты. Ну это полный, полный ужас. Сплошные убытки. А, Константин Федорович. Да. Послушайте, место здесь проходное. И для нас актуальный будет открыть фьюжный ресторан. Подготовка займет месяцев пять-шесть. Согласно дизайн-проекту, здесь у нас планируется... А мне нравится этот магазин. У меня, кстати, даже есть пару идей. В Америке посмотрел. Не зря съездил. Здравствуйте, Евгения. Константин Федорович. Я понимаю, вам позволительно быть романтиком, но я считаю, деньги и место нужно закрывать. Персонал, конечно, мы трудоустроим, если есть кого трудоустраивать. Кира Викторовна, на сегодня ваш рабочий день закончен. До завтра. Спасибо. Всего доброго. Почему вы мне не сказали, что вы хозяин? Ну, вам и так со мной нелегко. То есть вы закрываете магазин, да? Думаю над этим. Я вас прошу, пожалуйста. Не делайте этого. Почему? Он убыточный, вряд ли с этим что-то можно сделать. Вы понимаете, просто для Антонины Ивановны это будет очень-очень большой удар. Ей до пенсии надо. Она как из подвала выбралась. А кто такая Антонина Ивановна? Здесь работает, а вы что, не знаете? Вы думаете, я знаю всех, кто на мне работает? А как? По-другому. Ну, хорошо. Что там с вашей Антониной Ивановной? У нее внук Петя. Она особенный мальчик, вечный ребенок. Дочке нужно помогать. У нее здесь и зарплата, и все. Она очень любит этот магазин, только и думает, как бы сохранить работу до пенсии. А когда пенсия? Я не знаю. Это первое ваше желание? Будут еще два? Будет. Просите, Женя, я жду. Ее внук Петя, он очень сильно хочет на море. Женя, это очень легко исполнить. То есть, это настоящее ваше второе желание. А третье? Если я выполню все. Выйдите за меня. Вы делаете мне предложение? Вы же меня совсем не знаете. Зато я отлично знаю, чего хочу. Я жду третьего желания. Я так не могу. Скажи это честно. Вы влюблены в другого. Дайте-ка угадаю. Он женат и не хочет разводиться. В таком случае это не мешает моим планам. Вы собираетесь домой? С удовольствием вас подвезу. Закрывайте магазин, я жду вас в машине. Закрывайте магазин. Мил, ты? Я, я. А ты думала, Анжелина Джоли? Милочка, добрый вечер. Здравствуйте. Вероятно, мне следует напомнить, что на ужин мы собираемся в семь часов. И кто-то должен его приготовить. А что, ужин еще не готов? А у вас, юноша, математика уже готова? Я к кому обращаюсь, молодой человек? Мила, вы уже устали. Я все сделала. Да ты тоже не после прогулки. Иди отдыхай. Насмотришься на меня, потом замуж. Ты там и не вытрубляешься. Милочка, ну раз уж я все равно на кухне. Посмотрите-ка мне вашего этого прекрасного кофе. Давайте я, Мила, последюжу. Изгения, замечу себе, хотела попросить себя, я бы так и сделала. Сварить чашку кофе. Не такой уж великий труд, не так ли? И пару ломтиков сыра. Только не вашего дешевого, а моего, французского. Но главное кофе. Никто так его не варит, милочка. Это ваш самый главный талант. А ничего, что я хирург экстракласса? У нас совсем не твой малый вид. Да то, то. Ого. 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 Оказать нельзя, а? Мил. Милу, у тебя деньги есть? Есть. 10 тысяч на карточке. А что? Ну, Валерки новый телефон нужен. А со старым что, потерял? Нет. Он говорит, отстойный. Что отстойный моего? Милу. Ну они же, подростки. У них свои стандарты. Ну, раз свои стандарты, возьми из тех денег, что Ябрагимов это за статью заплатил... А ты что, и за Ибрагимова писала? Ну, а как же ты думал? Ну, что застыл? Бери. Миш? Ну, так эти ж мы профессору Гринбергу заплатили за занятие с Вовой. А как ты думала, Гринберг просто так, что ли, с Вовкой занимается? А у меня нельзя было спросить. Я целую неделю по ночам сидела за эти деньги. Можно было поинтересоваться, согласна ли я их отдать Гринбергу? Так и так понятно. Частные уроки. Деньги ведь общие, нет? Общие? Понятно. Мил, Мил, подожди. Я зарплаты все верну. Я довезу тебя. Сейчас Женю только по дороге закинем. Сама как-нибудь. Михаил, поди сюда. Сядь. Что это было? Шуть за манеры. У твоей жены. Астафия в покое. Она и так пашет на нас с утра до ночи. Пашет. Ну, что за выражение. Гляди-ка. Это что? Кавалера гения. Здравствуйте. Кавалерин, зачем владельцу книжных магазинов строить библиотеку? Разве это не конкурирующие организации? Вовсе нет. Чтобы продвигать книжный бизнес, нужно развивать привычку людей к чтению. Библиотеки в этом смысле не благотворительность, но инвестиции. Расскажите тогда, как вы справляетесь или книжные магазины «Дети гласных» это такая игрушка и вовсе не для прибыли. Действительно, это только два процента бизнеса. На книгах мы не зарабатываем, но мы можем себе это позволить. Потрясающе. А вы сами любите читать? Странно. Он не производит впечатление состоятельного человека. Например, я не успел закончить образование и все, что я знал, вычитал сам. Жене не надо с ним встречаться. Для богатого человека такие, как Женя, исходный материал. Выходит, Женин книжный принадлежит ему? И она молчала? Магазины, библиотеки. Это в каком-то смысле дань благодарности. Молчать, значит, уже научился. И у вас находится время для чтения? Ну, ничего. Запрет от влюбленного все равно, что бензин. В самом деле не встретили ту единственную? Встретил. Пойдем, пойдем. Да, Ира. Слушай, Женя. Сглазить боюсь. Фонд какой-то появился. Говорят, Петя, мы ему могут помочь. Психолог на дом будет ходить. Ты представляешь? Учителя разные. Даже по рисованию. Извините. Здравствуйте. Вам помочь? Еще обещали на море вывезти. Нет, ты можешь в это поверить, а? Шаликова, говорю, не выписывать. Я понимаю, что коек не хватает. И что? Слушай, ну так бывает. Сегодня показатели хорошие, а вчера были так себе. Женя? А вы не видели? Олечка, нельзя вот так вот убегать. Я много раз тебе об этом говорил. Такую хочу. Купишь, купишь. А еще другую купишь? Я две хочу. Про леопарда. Жень, познакомьтесь. А я жена Оля. Вот эту хочу. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, у вас есть рояль? Рояль? Нет. Пианино. Оно в нерабочем состоянии. Вот такую хочу. Да, конечно. И такую? Да. Раз, два, три. Все время забываю вызвать настройщика. А почему вы спросили? Давайте сюда. Давайте, давайте. Я верну. Рад. Рад встрече, Женя. А со стороны-то посмотрите. Какая красивая пара, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, мне-то понятно. У меня Петя такой. Вы думаете, она больна так же, как Петя? Да, да. Конечно. Как же он на ней женился-то, а? Удивительно. Нет, у нее не было задержки развития. Просто в один прекрасный момент взрослая женщина превратилась в пятилетнего ребенка. Шизофрения. Редкая форма. Шизофрения? Угу. К тому же он считает, что сам спровоцировал. Он хотел ребенка, настаивал. Сделали ЭКО, внематочная беременность, общий наркоз. Ну, в общем, пошел регресс. Пытались вытянуть препаратами, но у нее резистентность. Так бывает. Нет. Бедная девушка. Очень ее жалко. И его тоже очень. Ну, и как он ее бросит? Ну, а тебе самой нужен такой мужчина, который бросит твоей жене? Забудь, Руслана, слышишь? Отпусти его. Я вижу, что он на тобой увлечен, но ему нужно быть сильным. Я попробую. Тебе нравится, Константин? Ну, он хороший. А Таня Ниван не помог ей вообще. Ну, вот и живи реальной жизнью с реальным человеком. Ну, это разве достаточно? Человека же нужно понимать, любить, чувствовать. Ну, хорошо. Ну, а как ты его поймешь и полюбишь, если ты сейчас ему откажешь? Ну, он же не всерьез мне это все предлагал. Ты так думаешь? Мне кажется, такие люди все делают всерьез. Так мне что, вы замуж? Я-то думала, вы меня отговаривать собираетесь. Ну, за Долгособорова отговаривать, знаешь, можно только из зависти. Смотри, такой жених бывает раз в жизни. А вот представь, вот он исчезнет. Пропадет. Ну, вот что ты почувствуешь. Чувствуешь. Алешка, ужинать иди. Я не буду. Посидишь со мной? Ладно. И так поднимаемся. Молодец. Так. Поднимаемся. Молодец. Здравствуйте. Женя. Михаил Васильевич. Да, можно Миша. Михаил. Хотя, давайте Миша. В таком случае, Костя. Ну да, обувь можете не снимать. В прошлый раз, кажется, снимал? Нет. Ну, как вам будет удобно. Благодарю. Миша, я бы хотел поговорить с Натальей Павловной с глазу на глаз. Вы не против? То есть, да, я не против. Прошу. Оставь нас, Миша. Жень, что? Жень! Жень, смотри. Сыр за восемь тысяч. Моя маленькая слабость. Давай его порежем, а? Во всяком случае, я за него плачу, а не она из своей пенсии. И этот, этот чай из коробочки заварим? Как ты думаешь, хватит старуху удара? Мил, я вдруг поняла, точнее нет, я почувствовала, что этот человек моя судьба. Ты меня пугаешь, Женечка. Но это же хорошо, разве нет? Без любви? А что, совсем не любишь? А можно любить совсем и не совсем? Ой, Жень! Сыр будешь? Неожиданно. Рад, что смог удивить вас. Но не всегда. Удивление бывает приятным. В таком случае, мне жаль, что расстроил. Вы понимаете, о чем меня просите? Вполне, иначе бы я не пришел. Константин, я хочу знать о вас все. И поверьте мне, я умею слушать и слышать. И самый важный вопрос, который я хочу вам задать. Почему? Почему я прошу руки вашей воспитанницы? Или почему вы должны согласиться? Ответ на любой из этих вопросов один. Я люблю Женю. И сделаю все, чтобы она была счастлива. Поверьте, это в моих силах. Мы будем очень рады видеть вас как можно чаще, надеюсь. Вы понимаете, о чем я. Благодарю. Почту за счастье. Женя! Мне кажется, тебе следует проводить нашего гостя, дорогая. Очень рад, Константин. Взаимно, Михаил. Что вам сказала бабушка? Да особо ничего. Оставил решение за вами. Признаться, такого демократизма я от нее не ждал. Ну вот, вы уже всю семью мою изучили. А про вашу я совсем ничего не знаю. Да нечего особо знать. Мама давно умерла. Где отчим, я не знаю. И вы раньше женаты не были? Был. Тоже очень давно. Я обычный человек, ничего во мне загадочного нет. Прошу. А туда? Зачем? Чтобы не бояться. Что это? Здесь внизу будет библиотека. А сюда люди будут подниматься летом. Наслаждаться красотой Петербурга. И читать. И читать. Это можно считать твоим третьим желанием. Выходи за меня. Выйду. Виктория Беляева, следственный комитет. Убийство по неосторожности в ходе любовных утех. Партнерш перестарался. Это не по неосторожности. Это преднамеренное убийство. А у нас все интереснее и интереснее. Да? Паранормальное происхождение преступника точно не рассматриваете? Не нравится мне это все. Ты меня не любишь, ты любишь свою жену. А я люблю свою работу. Вика, вот вы еще молодая. Много вы не понимаете. Думаете, что жизнь из одной работы состоит? У меня появился подозреваемый с железным мотивом. За такое запросто можно иметь. За что? За измену. Субтитры создавал DimaTorzok